Пьотер, спасибо за победу. Это как вы думали, 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 как вы думали? Поздравляю тебя с победой. Так ли ты представлял этот бой, что так будет доминирующая манера? Спасибо большое. Я не ставил задачи, что именно вот так провести бой. Я просто вышел с огромнейшим желанием одержать победу красиво, зрелищно. Так получилось. Я никогда не предупреждал моего борта, но я просто пришел с победой. И я очень рад, что я сделал. Ты был на пей-пер-вью на вашей карте. Эта карта тоже была пей-пер-вью. Но вы думали, что это было более чем-то для тебя? Ты чувствовал, что это было более чем-то? В прошлый раз был ты тоже на пей-пер-вью турнире. И это тоже пей-пер-вью. Но считаешь ли ты, что этот турнир как-то больше и больше внимания? Да, конечно. Это завершающий турнир в году. Огромнейший турнир. Три титульных поединка. И я участвую в этом огромнейшем ивенте. Это огромнейший плюс для меня. Да, конечно. Это последний ивент этого года. Три титульных поединка. И я часть этого ивента. Это для меня огромный. И если титульный поединка будет следующий, ты бы открылся к кому-то, как Домиану Крузу, если бы ты вернулся? Если титульный бой не следующий, хотел бы ты подраться, например, с кем-нибудь, как Домиан Крузу? Да, конечно. Я думаю, что это уже задача, наверное, будет моих менеджеров. Как решат бой за пояс, большое имя. Если нужно будет кого-нибудь развалить, то я буду готовиться. Я думаю, что это зависит от моего менеджмента. Все, что я решаю. И если я должен победить кого-то, то я буду готовить. Где ты видишь себя в бантам-дивизионе? Урая – это легенда в спорте. Ты был там и его закончил. Где ты видишь себя? Ты думаешь, что ты должен быть следующим за титл? Как ты себя видишь в этом дивизионе? На каком месте? Считаешь ли ты, что ты должен быть следующим за титл? Как думаете, я заслуживаю драться за пояс, спустя за полтора года провел пять поединков? Да, и вопрос, братан, как? Как вы думаете, я должен быть в борьбе на титл или нет? У меня было шесть побед, в месяц и полгода. Я думаю, что я должен быть в борьбе. Да, я бы сказал. Как вы думаете, что вы победили, в том числе Морайса и Аудов? Подрался ли ты с победителем этого бора, Морайса и Аудов? Без разницы, с кем решат мои менеджеры. Я не выбираю себе соперников. Я готов драться с лучшими. Мне не важно, с кем драться. Если будет вызов, я буду биться. Не важно. Это на моем менеджменте. Как я сказал, я не волнуюсь, кто я должен бороться. Я люблю бороться. Я просто хочу бороться на лучшую. Теперь, когда борьба закончилась, были линии в борьбе на борьбе? Как вы чувствуете, после этого борьбе? Или вы чувствуете, что вы смогли вернуться в этот бой? Были ли какие-то травмы перед боем? Или сейчас после боя? Как быстро ты можешь вернуться в этот бой? Я чувствую себя хорошо. Дай бог, травм никаких нету серьезных. Я вернусь тогда, когда скажут. Я чувствую себя хорошо. Я не думаю, что у меня серьезные травмы. И я могу вернуться, когда они скажут, что я вернусь. Я просто хочу сказать. Сколько бы тебе было значимо разделить карты с Хабибом, и потенциально, например, в России? Я думаю, что было бы круто принять участие и с Хабибом, и с другими, с какими-то более известными именами. Я люблю драться, мне не важно. Но нет задачи, что там с кем-то, ну, важный турнир. Главное, сейчас хочется подраться за пояс, выиграть пояс. Я думаю, что это будет круто, чтобы бороться на то же время с Хабибом, или с другими большими именами. Но, по-моему, я не знаю, где бороться. Я просто люблю бороться. Я не знаю, где и где. Я просто хочу бороться за тайл. И сейчас, когда бороться на Майло Морайес, вы только вы ожидали, что он победил Джозе Альдо? Я не ожидал, но я понимал, что Альдо вернулся в 61 кг. Там очень много гонял веса, плюс уже возраст тоже. Я не впечатлен этим поединком, конечно. Я не ожидал этого результата. Альдо вернулся на бендах. Я не знал, что будет происходить, но я не впечатлен с этим поединком. Почему ты не впечатлен? Потому что я не видел еще боя. Потому что я не смотрел это. Альдо вернулся на бендах. Наслаждался ли ты с собой в клетке? Да. Да. Расскажи, что было у тебя в голове в этот момент. Поставьте, что все было в голове. говорить во время боя. Потом я ему показал, как ты себя чувствуешь. Я когда уронил его, я ему сказал, как ты себя чувствуешь. Он лежит, говорит, все хорошо. Еще я просто спросил, как ты себя чувствуешь лежа на спине. Нет. А перед этим что он тебе говорит? Ну просто типа убедимся там. Ничего такого как бы. Чуть-чуть такая была накаленная ситуация. Да, ничего особенного. Просто какие-то простые слова. Когда он уронил, я просто спросил, как он чувствовал. Он пытался себя возвысить передо мной. Я чувствовал, что он... Он пытался поставить себя выше меня, пытался показать, что он человек. Ты говорил, что перед боем ты говорил, что не считаешь его легендой. Выступление его сегодня поменяло ли? Знаете, я не то, что считаю его легендой какой-то. Да, он очень известный боец, очень долго выступает. Но легенда для меня это что-то другое. Я не считаю его легендой этих единоборств. И какие у тебя критерии, чтобы быть легендой? У меня нет таких критерий. Я не хочу быть легендой. Я просто люблю это дело. Я люблю драться. Я хочу быть лучшим. Я не считаю себя какой-то легендой. Надо, чтобы кто-то стал легендой. Какие критерии, чтобы фанфуа считали легендой? Я не знаю, но я в какой-то тупик. Я не знаю. Как вы планируете сегодня? Как будешь праздновать? Я хочу покушать пиццу. Хочу со своими друзьями, с близкими, с друзьями отпраздновать это. И завтра я улетаю домой. Я просто хочу съесть пиццу. Я хочу праздновать с моими друзьями. И завтра я буду домой. Я очень рад провести время в Лас-Вегасе. Очень огромный турнир. Очень рад победе. Очень рад, что очень много людей за меня болело. Всем огромнейшее спасибо. Я очень рад, чтобы быть в Лас-Вегасе, чтобы быть частью этого огромного события. Многие люди поддерживают меня. Спасибо большое. В последнее время я хотела спросить, что много говорили о ммм и боксинге. Ты из боксинга. Это может быть интересным в твоей карьере? В последнее время много разговоров между ММА бойцами и боксерами. У тебя прошлое из бокса. Хотел бы ли ты в будущем попробовать себя в боксе? Да, конечно. Я около 8 лет занимался боксом. У меня около 80 боев по любителям. Я очень много выступал по боксу. Я с удовольствием бы подготовился и выступил по боксу. Не помню. Любое имя. Большое имя. Это кто у нас? Большое имя. А? Турвант. Как его зовут, этот менеджер? Майвезер, этот клиент? Как его? Ты хочешь сделать это? Я не знаю. Так что я был тренинг в боксинге за 8 лет. У меня есть около 80 боев по боксу. Так что, почему не? Я могу сделать это в будущем. Ты хочешь смотреть็ Coming! Субтитры по словам Продолжение следует...